Линкольн Чайлд, Дуглас Престон, Город вечной ночи. Читает Павел Конышев. Глава первая. Джейкоб быстро шел впереди младшего брата, засунув руки в карманы и выдыхая облачка пара в морозно-декабрьский воздух. Его брат, Райан, нес картонку с яйцами, купленную ими в ближайшем гастрономе на деньги, которые Джейкоб стащил из материнского кошелька. Во-первых, старик полный придурок, говорил Джейкоб брату. Во-вторых, он российский придурок. Помнишь, как он орал на ангуэнов и называл их косоглазой? Да, но... В-третьих, он в Ситауне влез без очереди прямо передо мной и обругал меня, когда я сказал, что это несправедливо. Ты ведь это помнишь? Конечно, помню. Ну, в-четвертых, он размещает у себя во дворе всякие глупые политические знаки. А помнишь, как он облил Фостера из садового шланга только за то, что парень срезал путь по его двору? Да, но... Что но? Джейкоб стремительно повернулся к брату. Что, если у него есть пистолет? Да не станет он стрелять в двух малолеток. И потом, мы будем уже далеко, когда этот кретин прочухает, что случилось. А вдруг он из мафии? Из мафии? С фамилией Баскомб? Ага, сейчас. Вот будь он Гаргульо или Тартарья, мы бы сто раз подумали. Но он всего лишь старый пердон, которого нужно проучить. Джейкоб бросил на Райана подозрительный взгляд. Ты что, струсил? Нет, что ты? Ну, тогда ладно. Пошли. Он двинулся дальше по 84-й авеню, потом свернул на 122-ю улицу. Там он притормозил и пошел по тротуару неторопливым шагом, словно прогуливаясь. На улице стояли главным образом дома на одну и на две семьи, типичные для Куинса жилые дома, украшенные рождественскими огнями. Джейкоб еще больше замедлил шаг. — Взгляни на дом этого старого козла, — сказал он брату. — Мрачный, как склеп. Единственный дом, где не горит свет. Этот тип настоящий гринч. Дом располагался в дальнем конце улицы. Уличные фонари светили сквозь голые ветви деревьев, отбрасывая на замерзшую землю переплетение теней. — Значит так, идем, будто ничего не происходит. Ты открываешь коробку, мы забрасываем яйцами его машину, потом бежим за угол и просто продолжаем идти. — Он нас узнает. — Ты шутишь? Вечером. К тому же его ненавидят все ребята в районе. И большинство взрослых тоже. Его все ненавидят. — А если он погонится за нами? Этот старикашка, да у него инфаркт случится через семь секунд. Джейкоб ухмыльнулся. — Когда эти яйца разобьются на машине, они сразу застынут. Ему придется раз десять ее мыть, ей-богу, иначе не отойдет. Джейкоб осторожно приблизился к дому по тротуару. В венецианском окне двухэтажного дома виднелось голубоватое сияние. Баскомп смотрел телевизор. — Машина едет! — прошептал Джейкоб. Мальчишки спрятались за кустами. Из-за угла вывернул автомобиль и помчался по улице, освещая фарами все вокруг. Когда он проехал, Джейкоб почувствовал, как у него колотится сердце. Райан заговорил. — Может, не стоит? Заткнись! Джейкоб вышел из-за кустов. На улице было светлее, чем ему хотелось бы. Светили не только уличные фонари, но и рождественские украшения, многочисленные Санта-Клаусы, олени, рождественские вертепы на лужайках перед домами. Хорошо, хоть на участке Баскомба было чуть потемнее. Теперь они пошли очень медленно, держась в тени припаркованных на улице автомобилей. Машина Баскомба, зеленый плимут Фьюри, который он надраивал каждое воскресенье. Стояла на подъездной дорожке как можно дальше от улицы. Продвигаясь вперед, Джейкоб видел в окне неясную фигуру старика. Тот сидел в ушастом кресле и смотрел какую-то передачу по телевизору с гигантским экраном. «Стой! Он там! Натяни шапку на лоб, надень капюшон и подними шарф повыше!» Они поправили на себе одежду и стали ждать в темноте между машиной и большим кустом. Секунды шли одна за другой. «Мне холодно!» — пожаловался Райан. «Заткнись!» Они продолжали ждать. Джейкоб не хотел приступать к задуманному, пока старик сидит в кресле. Ему достаточно было встать и повернуться, чтобы их увидеть. Они просто должны дождаться, когда он уйдет куда-нибудь. «Мы так всю ночь простоим!» Я сказал «Заткнись!» И тут старикашка встал. Его бородатое лицо и тощая фигура осветились голубоватым светом, когда он прошел мимо телевизора кухню. «Идем!» Джейкоб побежал к машине, Райан за ним. «Открывай эту фигню!» Райан открыл коробку, и Джейкоб взял одно яйцо. Райан тоже взял одно, но заколебался. Брошенное Джейкобом яйцо с приятным звуком шлепнулось на лобовое стекло. За ним последовало еще одно и еще. Наконец, и Райан бросил свое яйцо. Шесть, семь, восемь. Они перекидали всю коробку на лобовое стекло, на капот, на крышу, на дверцы, уронив в спешке пару штук. «Какого черта?» Раздался рев, и из боковой двери выскочил Баскомб и, размахивая бейсбольной битой, помчался к мальчишкам. У Джейкоба чуть сердце не выпрыгнуло из груди. «Беги!» Закричал он. Райан, выронив из рук коробку, повернулся, но тут же поскользнулся и упал на лед. «Черт!» Джейкоб ухватил Райана за пальто и рывком поднял его на ноги, но из-за этой задержки Баскомб почти нагнал их. Мальчишки во весь дух помчались по подъездной дорожке на улицу. Баскомб бежал следом и, к удивлению Джейкоба, не торопился падать на землю, сраженный инфарктом. Он оказался неожиданно быстрым и, похоже, даже догонял их. Райан начал хныкать. «Ах вы чертова мелкота! Сейчас я вам бошки-то размажу!» Кричал Баскомб у них за спиной. Джейкоб свернул за угол на хиллсайт, миновал два закрытых магазина и бейсбольную площадку. Райан бежал следом. Старый ублюдок продолжал преследовать их, выкрикивая угрозы и держа биту на готове в поднятой руке. Наконец он все-таки запыхался и чуть поотстал. Они еще раз свернули за угол. На этой улице стоял старый, давно закрытый автосалон, обнесенный сеточным забором. На его месте будущей весной собирались построить дом. Некоторое время назад кто-то из ребят прорезал в сетке отверстия. Джейкоб подбежал к отверстию и пролез внутрь. Райан не отставал, но Баскомб почти наступал им на пятки, продолжая изрыгать проклятия. За зданием автосалона находилась промышленная зона с несколькими обветшалыми зданиями. Джейкоб заметил поблизости гараж с облезшей деревянной дверью и разбитым окном сбоку от нее. Баскомб теперь был вне поля зрения. Возможно, он сдался у забора, но от Джейкоба не отпускало ощущение, что старый пердун все еще преследует их. Нужно было найти место, чтобы спрятаться. Он попробовал дверь гаража, заперта. Он с опаской просунул руку в разбитое окно, нащупал ручку, повернул изнутри, и дверь раскрылась. Джейкоб вошел первым, впустил Райана, затем осторожно и тихо закрыл дверь и повернул задвижку. Они стояли в темноте, тяжело дыша и стараясь не производить шума. Джейкоб чувствовал, что его легкие вот-вот взорвутся. — Проклятая мелюзга! — услышали они вдалеке виск Баскомба. — Я вам яйца поотрываю! В гараже было темно и вроде бы пусто, если не считать битого стекла на полу. Джейкоб осторожно пошел вперед, держа Райана за руку. Им нужно было спрятаться где-нибудь на тот случай, если старик Баскомб надумает искать их здесь. Этот сумасшедший старый идиот, похоже, и в самом деле собирался размозжить им головы битой. Когда глаза Джейкоба привыкли к темноте, он увидел на полу в задней части гаража большую кучу листьев. Он потянул туда Райана, нырнул в листья и разлегся на мягкой поверхности, руками набросав листья на себя и на брата. Прошла минута, еще одна. Крики Баскомба смолкли, все было тихо. Постепенно дыхание и уверенность Джейкоба восстановились. Прошло еще несколько минут, и он начал похихикивать. — Слюня, вы старый кретин! Здорово мы его! Райан ничего не сказал. — Ты его видел? Он типа бросился за нами прямо в пижаме. Хоть бы у него пипка замерзла и отвалилась. — Как думаешь, он видел наши лица? — спросил Райан дрожащим голосом. — В шапках, шарфах, капюшонах — ерунда! Джейкоб снова гагатнул. — Эти яйца наверняка уже замерзли и стали как камень. Наконец и Райан позволил себе слабый смешок. — Проклятая мелюзга! Я вам яйца поотрываю! Передразнил он старика, подражая его высокому свистящему голосу и сильному акценту жителя Куинса. Они оба рассмеялись и стали подниматься с листьев, отбрасывая их в стороны. И тут Джейкоб громко втянул носом в воздух. — Ты пернул! — Вот и нет! — А вот и да! — А вот и нет! Кто сказал? Кто-то навонял! Джейкоб помолчал, продолжая принюхиваться. — Что же это тогда? — Это не пердеж! Это... Это что-то хуже! — Ты прав! — Это типа... — Не знаю! — Не она и капуста, или еще что? — Почувствовав отвращение, Джейкоб сделал шаг назад и споткнулся обо что-то. Он оперся на вытянутую руку, чтобы не упасть, и куча листьев, в которые он только что прятался, произвела тихий звук и испустила жуткую вонь, сто раз более отвратительную, чем раньше. Джейкоб отдернул ладонь и отпрянул, услышав голос Райана. — Смотри-ка, тут рука! — Смотри-ка! — Смотри-ка! — Смотри-ка! — Смотри-ка!